Всем привет! Это Таня Сальвова. Я приняла эстафету «Зима» от своей землячки Ларисы из канала Лариса Ходок. Спасибо, Лариса, за то, что доверила мне продлить цепочку откровений на тему «Зима». Ведь так хочется, чтобы эстафета не заканчивалась, а плавность зимы перешла в эстафету «Весна» и так далее. Но пока у нас еще зима, я принимаю твой вызов. Первый вопрос. Любите ли вы зиму? Любите ли вы зиму, как люблю ее я? Нет. Это не ко мне вопрос. А к вам? А я люблю, когда просыпаешься утром, выглядываешь в окно, а там за ночь вдруг неожиданно выпал первый снег. И все такое чистое, нетронутое, ровненькое. Никто еще не наследил, не запачкал, не отоптал. Это так красиво. А потом взять и пройтись по этому снегу, проваливаясь по колене и оставляя за собой цепочку следов. Да, и обязательно снеговик. Слепить его и поцеловать холодный нос морковку. Согласна, это по-дурацки. Но иногда так хочется сделать что-нибудь эдакое. Особенно, когда из тебя прямо пререт это состояние, когда хочется, ну вот ух, чтобы такого сделать плохого. А когда хочется ребячиться, независимо от твоего возраста. Второй вопрос. Любимые запахи зимы. В детстве мы с сестрой всегда знали, когда папа принес елку. Он ставил ее в общем коридоре, а сам заходил в квартиру. И за ним шлейфом тянулся запах хвои. А когда приходило время наряжать елку, то обязательно вешали шоколадные конфеты, мандаринки и орехи в фольге. Вот это самый настоящий и любимый запах зимы. Елка, шоколад и мандаринки. Вопрос третий. Любимый зимний напиток. Конечно же какао. Вот приходим мы с сестрой домой с мороза, когда уже нагулялись, напрыгались, накувыркались. Перецеловали всех снеговиков в нос. Когда ноги замерзли, барышки уже мокрые. А на шапке снежный ком. Знаете, так стекает за шею, аж по спине. Открываешь двери, а там пахнет какао и булочками. И ты понимаешь, какое счастье пришло. А пришла бабушка и принесла самые любимые пирожки с яблоками. Да, из какао. Это так вкусно. Нет ли счастья, когда тепло пахнет яблоками, сдобой и какао? Четвертый вопрос. Любимый предмет зимней одежды. Так вот, пришла бабушка и принесла гостинцы. Пирожки с яблоками, которые мы уже проглотили с какао. Конфеты, батончики. Сейчас таких не делают уже. Пряники и носки. Носки такие белые, из белой пряжи, с разноцветными узорами. Ну, все, как я любила. Бабушка сама пряла пряжу и вязала носки. Мне и сестре. Они мне так нравились. Кстати, бабушка и меня научила прясть пряжу и вязать носки. С тех пор я очень люблю теплые вязаные носки. Пятый вопрос. Как проводите зимние вечера? Да по-разному. Я уже сама бабушка и люблю, когда приходят внуки. Ну, ничего, что они бездомверт ногами переворачивают. Ведь у меня их трое. И когда они все вместе у меня, да еще и родителей нет рядом, то у бабушки можно все. Но я их все равно очень люблю. Когда муж выходной бывает, гуляет. Ну, зимними вечерами прогуливаемся. А в основном мы любим посидеть вечером дома, с котом поиграть. Котик наш активный, особенно по вечерам. Носится по квартире, переворачивая все, что на его пути. Вот мы с мужем и ворчим на него потихонечку, любя. Вообще-то он любит больше с мужем играть. Шестой вопрос. Самое страшное зимнее кино. Самое страшное зимнее кино я смотрела еще в день. В детстве. Это сказка, морозка. Мне тогда страшно было, когда дед отвез и бросил в лесу свою дочку, добрую девочку. Я боялась, что ее волки съедят, а мороз заморозит. А потом я уже боялась за самого мороза, когда он в свой ледяной дворец привез, привез вторую дочь этого деда, злую девочку. Я думала, что она мороза сосит и живет. Вот такое страшное кино. А вообще-то я ужастики не люблю. Я сказки люблю. Седьмой вопрос. Зимние традиции. О, да. Тут мы немного задержимся. Зимой у нас в Западной Украине очень интересно, потому что много праздников и традиций их праздновать. Как говорится, от романа до Йордана. Начнем с романа. 1 декабря. Роман от латинского слова «Romanus» значит «из Рима» римский. А 7 декабря именины у Катерины. Катерина от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. В Украине и Польше есть такой обычай. Девушки в этот день ставили обрезанные веточки вишни в воду. И чья быстрее зацветет, та и быстрее замуж пойдет. 13 декабря. День, когда почитали Андрея Первозданного. И именины у всех Андреев. И моего сына тоже. Он Андрей. Накануне вечером, пока девчата ворожили на своих суженых, хлопцев хулиганили. Они могли и ворота снять с петель, и на крышу сарая забросить, или в поле унести. И хозяева наутро ходили и искали их. Или телегу угнать куда-то. У нас эти телеги фирами называют. Вот в основном их на крыше остановок запихивали. Двери привязывали друг к другу, чтобы нельзя было их открыть. И когда хозяин через окно льяс отвязывал. А еще улицы целые нитками перетягивали. Вот идут девчата в темноте, с вечеринок. И путаются в этих нитках. И все это парням прощалось. Потому что традиция такая. Девятнадцатая декабря. Николая. День святого Николая Чудотворца. Самый любимый долгожданный праздник у детей. И не только. Ведь в этот день происходят чудеса. Когда просыпаясь, послушные дети находят подарки под подушкой от святого Николая. И надо же, он дарил им почти все, о чем они его просили в письмах, которые писали или рисовали еще неделю назад. И клали письмо на окно. Даже если непослушные детки получали в подарок ризочки. Это такие посеребренные ивовые веточки. Ну, как бы с намеком о том, что они были непослушны. То все равно где-то под елкой их ждали подарки. Потому что святой Николай любит всех детей. В моем городе во Львове ежегодно проходит благотворительная акция. Николай о тебе не забудет. Горожане приносят подарки и пожертвования для детей-сирот. А волонтеры разводят подарки по детским домам и сиротинцам. Первое января. Ну, конечно же, Новый год. И елка. Хотя городские елки ставят еще на Николая. А домашние – канун Нового года. Но многие ставят елку в канун Рождества. Шестое января. Свят вечер. Готовят постную вечерю из двенадцати блюд. Кутя, узвара, рыба, пончики, фасоль, капуста, вареники, грибы и другие постные блюда. Семьи собираются у родителей. И когда всходит первая звезда, садятся в вечередь с молитвой. А потом ходят каледники и вертепы с поздравлениями и пожеланиями благополучия. Седьмое января. Рождество Христово. Все идут в церковь. А после садятся завтракать. И на стол уже ставят мясные блюда. Холодец с хремом, кровянку, разные колбасы и другие вкусности. Потому что заканчивается сорокодневный рождественский пост. Восьмого января празднуют именины всех Марий, почитая Богородицу Деву Марию, в которой родился Сын Божий. Девятого января Степана. От Степана прям мученика, который был покровителем домашнего скота. И в этот день давали угощение домашней скотине. Четырнадцатый января. Старый Новый год. И поздравления принимали все Василия и мой муж, потому что он Василий. В этот день принято было в дом, чтобы зашел первый мужчина, ну или мальчик, с поздравлениями. И засевал пшеницы на благополучный и богатый урожай. Сию-сию посеваю, с новым роком Вас витаю. Не на риг, не на два, а на многие лета. Сийся руды сяжит у пшеницы и вся капошница. Восемнадцатого января. Вторая святая вечеря. Снова готовят двенадцать постных блюд. И эта вечеря называется голодная вечеря или голодная кутя. И девятнадцатого января. Крещение Господнее. В этот день Иоанн Христитель окрестил Иисуса в реке Иордан. Крещу по-гречески значит погружаю в воду. А вода, как мы знаем, это начало жизни. И крещение символически значит, что когда тело омывается и очищается в воде, то и очищается и душа от всех греков. У нас делают проруби во льду, освещают воду, и люди окунаются в прорубь с молитвой. А двадцатого января празднует День Ангела всей Иваны. У меня сосед Иван, и мы его всегда поздравляем. Двадцать пятое января. И вот, наконец-то, и мой праздник. Татьянин день. Меня назвали в честь моей бабушки Татьяны. А еще Татьяна, покровительница студентов. Восьмой вопрос. Какую елку вы ставите? С самого детства у нас была живая елка. Но уже много лет мы ставим искусственную. Во-первых, потому что бездумная, безграничная вырубка леса влияет на экологию. А во-вторых, в прошлом году у нас неожиданно появился кот. Почему неожиданно? Да потому что мы не планировали заводить животное. Но так получилось, что кот сам завелся. Он еще маленьким залез под капот машины моего сына. И просто чудо, что машина в то утро не завелась. Сын открыл капот. А там котенок. Мы спрашивали у соседей, чей он. Но оказалось, подкидыш. Так неожиданно он стал нашим. Поэтому елка искусственная. Игрушки и украшения пластиковые. И деревянные, и бумажные. Кстати, Сани, так зовут моего кота, благополучно перевернула елку уже на третий день. Елка не маленькая, метр восемьдесят. И стоит на столике. Девятый вопрос. Как и где предпочитаете встречать Новый год? Всегда дома. Когда дети были маленькие, они ждали подарку под елкой. И мультики. Когда подросли, все равно под елку заглядывали. Днем они гуляли с друзьями. А вечером все вместе мы провожали старый год и встречали Новый год. А когда уже совсем выросли, и у каждого своя семья и дети, теперь уже они заботятся о том, чтобы под их елками были подарки для детей. А мы все равно встречаем Новый год дома с шампанским, мандаринками и новогодними концертами. Десятый вопрос. Любимые блюда на новогоднем столе? Конечно, Оливье. Как же без него? Тортик, конфеты, мандаринки, шампанское. И больше ничего не надо. Главное, чтобы дети и внуки были здоровы. Я ответила на 10 вопросов зимней эстафеты и хочу передать ее каналу ВЛОГ ЮТЮБ ОЛЯ. Оля, принимайте. Вызов. А всем па-па! С вами была Таня. Субтитры создавал DimaTorzok